Ну что, мы с Лизонькой, я тоже ничего не вижу, с Лизонькой, с Сашей, с Савелинкой, и вон Андрей впереди идет с нашим сыночком, еще один взрослый Саша, я уже сказала. Идем на море, мы идем на море плавать. Вот такая у нас тут красота, дома красивые, машины красивые, красивая Лиза, красивые люди, все красивое, и красивая я. Андрей, ты купишь мне шарик? Да. Я хочу этого розового кролика. У вас моя морда, а? Твои? Всякие-то штучки продаются. Так, ну что ж, отдыхают, и вот они тут, это наш бассейн тут, и вот они, моя королевишна, горячую джакузи. А я с ребенком, а я как мать одинокая, все с ребенком я, вот они. Ну и что? Там горяченькая водичка. Горяченькая, наконец-то, джакузи, нормально, как раз мне хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так и живу, вот видите, дорогие подписчики, вот так и живу, все с ребенком да с ребенком, жена развлекается, а я, пожалуйста, вот отец героин, поэтому если что там, как бы, призы за отцовство переводите по номеру телефона. Мы тут внутри зданий, бассейн, вот так, это вот дом, где мы живем на 33 этаже, а это вот вокруг все, вот так. Вика вот там сидит в джакузи, вот она, вот здесь такой переход, еще одно джакузи, еще один бассейн, вот такая красота, здесь вообще никого нету. Ну вот так, собственно говоря, и живем, мы, у нас не задача тут объездить все какие-то достопримечательности, мы на них уже тысячу раз были, на этих достопримечательностях, единственное, что там Вика не была в Миракл Гардене на днях. Ну и, естественно, готовлю там сюрприз на 8 марта, вот. А так мы просто приезжаем сюда и живем обычной жизнью, ну, просто потому что все тепло и все. Как бы, приехали и живем размеренно. Мы в жизни так же готовим, как дома, часто бываем дома, выходим, гуляем, ну, просто чтобы ребенок дышал, мы дышали, чтобы, так сказать, авитаминов пережить весенний. Вот так, собственно говоря. Поэтому я и тут. Поэтому всем вам желаем хорошего настроения, здоровья крепкого, не болейте и старайтесь, так сказать, напичкать свой организм витаминчиками и витамином Д. Как говорится, пост сдал, пост принял. Ох, да. Я сделал пиздерат. Здесь погорячее и получше. Ой, как ножки массивные. Ой, хорошее. Скажи, красота. Ой, вообще. Кайфуешь? Да. Мы все за тебя очень рады. А? Некоторые меня просили показать у меня в купальнике, мое тело, как у меня успехи. Короче, меня вообще вся не устраивает. Я хочу, естественно, похудеть. И не просто похудеть, конечно, больше, наверное, подтянуть, подкачать, чтобы улучшить свои формы, убрать живот, убрать вот эти вот бока. Сама ты писала. Вот смотри, новые. А у меня что, не красивые? У тебя, ну, у меня красивее. Вот реально, если взять. Ребята, голосуйте. Голосуйте, у кого красивее нога. Нет ничего лучше, чем с утра в Дубае на балконе 33-го этажа рубануть соку с курицей. Уже не первая вилка. Залетает. Ребята, сегодня я вам рекомендую своего самого-самого любимого блогера Лерочку. Я вообще не пропускаю ни одной ее сториз. Она настоящая богиня вкусных и быстрых блюд. И у нее нереально завораживающий голос. Лера знает, как покорить сердце любого мужчины. И Лера научит готовить даже тех, кто вообще ни разу не стоял у плиты. Потому что все ее рецепторы списаны настолько подробно, что точно любой сможет их приготовить. На страничке огромное количество выпечки, десертов, салатов, горячего, закусок. Так что вы точно для себя что-то найдете. Это самый-самый уютный блог, который я когда-либо видела. Так что обязательно подписывайтесь, радуйте себя и своих близких вкусными блюдами. Вы знаете, мы действительно решили пока что отложить прикорм. Потому что Саша как-то не особо интересуется, ему не очень нравится. Мы его хотели ввести, потому что у него были проблемы со стулом. Но на фрисапэп все наладилось. Лизонька, Сашенька, и тут играются. Лиза к нам приехала. Сейчас мы пойдем плавать в бассейн поедем. Сашенька ее за ручку трогает. Чичлятки и такие носики. Подготовили Сашку к плаванию. Купили ему вот такие трусики для плавания. Вот он уже одни из них грызет. Вот такие в аптеке купила. И вот такой крем от Мостелла взяла. Солнцезащитный. Вот такая Лиза уже. Когда-то мы катались, у нас есть видео, когда она была маленькая. А теперь уже невеста. Да? И невеста. Так что вырос мой нос. Жених есть? Жених, здесь жених. Нету жениха? Пацаны не дергают тебя за косички. А так, кто поймите. А как делают? Ну, я не знаю. Просто, кто знает, я девочке говорю, они говорят, как мальчик знает, что... Как ты знаешь, как мальчик говорит? Ну, что-то такое, не знаю. И потом, а я говорю, а в России там девочек за косичками. Ну, а здесь нигде никто ничего не делает. Но мальчик просто к тебе подходит, он спросит, он говорит, ты мне нравишься. Нет, просто они друзья, а потом не знали. И все? Да, как и желают. Ну, то есть, никаких ухаживаний нету, да? Точно? Да, в России вот так. Короче, никто никого не дергает за косички какие-то. Непонятные. Непонятные.